всем привет друзья с вами фламинго и это внеплановое включение так сказать дело в том что вот эта вот игрушка которая у вас на фоне ахиллес legend untold вышла в закрытое бета-тестирование 27 января я про нее вообще вчера только увидел и узнал посмотрел ролики посмотрел скриншотики и мне понравилось на самом деле она чем-то похожа стилистика на тайтан квест то есть это вот вот эта история спарта и трое война между ними древнегреческая вот эта стилистика плюс механики взятый как будто из dark souls и с видом от третьего лица в коопе смотрится очень клево мне зашла я решил подать заявку на збт это очень просто можно сделать через их дискорд там стиме в принципе если через страницу магазине зайти там все написано типа подключить к дискорду и сделайте сейчас значит мы пройдемся по настройкам я делаю вот так потому что у меня разрешение экрана 1920 на 1080 тут вот какой-то баг то ли у меня только так я не знаю с чем это связано может быть у всех это так игра во-первых одиночный но есть написано коп я коп насчет копа не знаю не пробовал пока что и несколько меня пока вот но вот конкретно с настройками если возвращаться к теме на столько меня какой-то банк я когда сворачиваюсь он у меня выставляет всегда на full screen 1600 на 900 либо наоборот на window full screen вот но сейчас мне нужен windows full screen потому что у меня разрешение экрана 1920 на 1080 поэтому я хочу оставить так в принципе настройки вы видите volumetric fog не советую отключать то что видите он сразу становится какой-то ну не очень красивый часто но смотрите под себя рекомендуемые требования в стиме есть принципе от этой игры можете посмотреть сравнить у меня 10 50 карточка проц 5 600 x райзен а и 5 вот и вот с такими настройками мне вполне комфортно играть вот так ставя вообще когда я заходил у меня все на вот видите выхожу мне опять full screen выставляя на все эпик у меня стояла все эпика motion blur блин даже был на эпике плана здесь на а в эре хай здесь наверное самоксиста в эре хай поставляя все на эпик будет лагать у меня по крайней точно потому что рекомендуемых требованиях карта должна быть 6 гигов в минимальных по моему 4 поэтому учтите у меня 10 50 и на 4 гига принципе мне этого вот таких настройках вполне достаточно видите здесь не гейм плюс у вас этого не будет естественно у вас будет либо продолжить либо ничего не будет если вы первое запустите потому что я уже играл к сожалению запись не подрубил поэтому я чуть-чуть поиграл настройки по чекам мы начнем с самого начала значит расскажу по поводу закрытого бета-теста все очень просто не пейли спорт заходите дискордом там первый же канал подать заявку вы выходите в google формы вам нужно быть только google почты трое должна гореть вот вам нужно только google почта по факту вы отправляете заявку в течение мне в течение двух часов пришел ответ что с ключом что я могу зайти я вел этот ключ на steam аккаунт быстро так как тяжело это вот мне пришел быстрый ответ поэтому я ждал даже не был так стоп вот в принципе игру вы сейчас увидите что и как быстренько пробегусь покажу самое основное так как я уже поиграл я знаю что на определенном боссе ваш прогресс остановится то есть чтобы всю игру вы пройти на забыто не сможете ну принципе для этого и сделано чтобы люди разработчики точнее не давали возможности пройти все при этом чтобы люди посмотрели игру им было достаточно интересно бомбу дали поставить сразу и то есть вы в дискорде подаете заявку вам ее одобряют выводить ключ и играть на этом все ой 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 попали по мне жестко здесь катастрофически не хватает стамина и очень похоже на dark souls на самом деле потому что там поначалу тоже не хватает стамина вот здесь тут есть штучка 1 вот она душа дезертира который дает очки душ почему я сравнил ее с тайтан квестом потому что тайтан квест кто играл он понимает что там тоже вот эта стилистика спарты с видом сверху она очень классно сочетается механиками игры то есть ты как бы это не просто и мой рпг обычная который там с видом от третьего лица бегали тех убиваешь пармишь могу прочесть при этом здесь вот эта механика с видом сверху совмещена с игровым механиком dark souls и это очень клево тут вот то есть есть те же души тот же лут скиллы есть и прочее 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 из экстракта что такое а резист от отравления дает она вот ну в целом принципе смотрите игру тут и так все ясно показано достаточно понятно отстань не бей не живи меня крабик это типа мини боссы здесь потому что охраняет там он сундучок сверху был он его охраняет забывай нельзя два раза сжать не пробел потому что он прям длинный прыжок делает очень много стамины тратит в крайнем случае надо это делать он очень медленный можно принципе легко зададут ой 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 ну вот это ошибка была эссенцию тьмы дали да я пройти не могу не пойду я заберу тогда сундучок и пойдем дальше то есть вот смотря на игру как я сейчас буду проходить и да вы поймете почему я сравниваю ее конкретно с dark souls это прям максимально сразу же понятно даже дураку вот этого не только система уклонения там взятие в таргет и вот такие базовые вещи но вот эти вот система душ просирание этих душ когда умираешь и то есть если ты умрешь повторно ты их ну не они тебе не вернутся не поднимешь ты здесь это тоже есть вот именно поэтому я как бы сравнивать с dark souls но как бы вот эти механики из dark souls они у меня встретились именно в dark souls и потому что может быть они даже создатели dark souls взяли их не ну у кого-то взяли вполне может быть такое я как бы не исключаю момента поэтому если уж просто я как бы не не очень осведомлён о dark souls и была ли она первопроходцем в этом направлении со своим механиками но по-моему да по моему они были первыми кто сделал игру вот с такими системами душами и прочее а двойной да вот он был написан двойной пробел это перекат но он тратит очень много энергии ай-яй-яй медленно ходьба когда ты килку пьёшь ну здесь фпс проседает на фоне трое вообще пробить невозможно тело как тебя пробить можно узнать не вернуться надо ты забагался ну ладно руку отрубил ему прикольно система шрайнов кстати вот вы сейчас увидите вот он шрайн шрайнов хейтс на которой можно качаться по полной себе там хаппланируйте ману вот эту вот фьюри синенькую ярость это не мана кстати если что я тоже думал сначала типа мана может быть какие-то скиллы можно будет юзать магические и прочее но нет зря какие-то скиллы потратил можно было здесь это не ладно очень сильно не хватает стамины очень сильно не хватает стамины но что-то как-то не хочется мне тратить на стамину так лак удача это на дроп предметов с мобов я так понимаю больше силы дамаг виталити это хп инфьюрин стамин мне нравится вот эта штука она кидает щит я в прошлый раз прокачал поздно довольно таки так мы сейчас заюзаем наверно изучим еще одну есть эссенция душ сейчас ее заюзаем вот она тоже вот это вот эссенция душ после оставшихся после типа босса но это не после боссов она маленькая всего 75 дает мне кажется тут будет будет в будущем после боссов и она будет больше давать но пока маленькие только такие вот баночки есть а 299 мне 3 души не хватает я понял ладно пойдем дальше почему-то мне не хватило кого-то я где-то забыл по моему потому что до этого когда я проходил я тут мне на этом этапе хватало буквально а я могу же еще разок убить ничего на альбом он так бросает щит в него еще раз гнуш альбом щит возвращается она тратит естественно вот эту вот ярость синенькую вот у меня по крайней мере сейчас он был в будущем видите да то есть я могу бросить он какое-то количество ярости тратит и возвращается щит в будущем у меня даже с полной яростью после браска щит не возвращался я не знаю это баг скорее всего потому что так не должно мне кажется работать ладно не суть блин вот насчет хп кстати хп видно прям прибавляется а вот стамину я качал дошел вот досюда по моему аж и у меня нифига как-то не ощущалось что стамина прибавилось блин и я вот не знаю на самом деле качать все-таки дамаг или хп ну давай наверное в дамаг пойдем еще пишет скилл анлок но никаких скиллов я что-то не увидел не знаю с чем это связано муфту кстати слева вот этого муфту муфту это перемещение было в дске по моему тоже так же можно было между кострами перемещаться здесь тоже между шрайнами можно перемещаться так а мы пойдем дальше эф это взаимодействие с чем-то и и и сли там да кстати минуты это поставить себе на троечку она будет возвращаться на четверочку нас будет большая хилка на большая хилка пусть будет так большая очень площадь что еще рассказать что еще рассказать по разработчику не скажу не помню кто разработчик я вот буквально вчера подал заявку мне вечером ответили я просто скачал и думаю ну сегодня запишу девятая часть кстати kingdom come выйдет завтра по плану все в порядке это просто внеплановая такая подрубка чтобы показать чтобы люди успели если кто-то будет вдруг играть успел подать заявку и поиграть потому что еще раз напоминаю збт о драться с гектором сейчас будем збт проходит с 27 января по 10 февраля включительно по моему неплохо я сейчас умру не бей пожалуйста надо у нас щитов вообще прям уворачивается нормально да как так ну а у меня стамина не было я понял надо щит держать я что в дске что здесь вот вечно забываю щит держать он офигеть как помогает и блокирует а я не жму и умираю поэтому именно да я гений спасибо вы ничего не видели вы ничего не видели по поводу уклонений в игре кстати а и да после смерти вы ничего не теряете кроме душ то есть все предметы которые вы нашли остаются у вас и вот это очень клево и очень удобно на самом деле потому что каждый раз собирать ну бегать за теми же предметами собирать их вот кстати в дарк соулсе я могу ошибаться но по моему и нет я ошибаюсь да все правильно там нет такого тоже там есть предмет собрал ты можешь туда уже не возвращаться единственное что там вот дучки с душами по моему можно она открывать вроде как если не ошибаюсь я давно еще играл не помню скажу у меня щас граната нет между прочим это будет проблемой лучники лучники свои 47 душ забрал все опять я двойной перекат делаю ошибка ста минут просираю трое должна гореть вот это было не ошибка сейчас трое не падет что мы еще посмотрим гектор значит да гектор гектор я щас умру гектор не убивай надо гектор не надо ну нет ну блин у него такие комбинации я прошу раз вот прям полчаса назад его проходил все было нормально он вечно отпрыгивает кидает стрелы вот эти ты от них уворачиваешься он разбегается там что-то тебе делает пытается мажет и ты его просто бьешь стоишь сейчас же он придумал какие-то комбинации блин может из-за того что я проходила первый раз как в дске там же каждый раз когда ты заново проходишься снова и снова но у меня ничего не осталось там хоть остается шмот весь у тебя скил и все остаются ты можешь то есть дальше качаться просто у тебя сложность повышается вот просто комбинации дар фуф щит просто ему дал ну давай допустим не надо ну перестань меня душить своей фигней вот он прошу раз то же самое делал но он мне так не душил так сильно это прям ужас вообще он душит и душит не надо не час кидать на накидать когда он станет вот сейчас у него хп вообще не нравится по моему ой вот это вообще просто комбинации у него попали сейчас хилки кончится так попал дамаг по моему не прошел да прикольно а я вот свои комбинации не могу почему-то юзать вот еще до хилку купить иначе я умру блин я и так сейчас умру походу блин стамина просто улетает прям в активной драке по типу ой попал прикольно да попадает чел у меня последний хилка остался ну они попали все таки помню прикол ну не у меня хилок нету больше я просто не успел в один момент сейчас просру все что можно да вот просто без шансов просто без шансов я вначале очень много хилок просрал очень много блин я в прошлый раз его просто со второго раза убил гранатой причем граната такая им бища здесь а сейчас я ее просрал в начале и все и в рукопашку я его просто не успеваю убить потому что у него вон видите да то есть у него есть порог хп так же как и в любой в принципе ммрпг одиночный у босса порог хп при котором он потом начинает просто лицо разваливать у него появляются комбинации новые что то там он быстрее их делает и прочее прочее это просто ужасно больно это просто ужасно больно твой гореть блять ошибка была ой я ему кстати случайным образом сбил каст призыва лучников ой не падет ой не падет ой не падет господи что я нажал я перепутал кнопки ой ладно если убьет в принципе уже прям не цепляю ой 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 о ой ой о ой 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 ну конечно в это время стана у него огромное ой я здесь дурак отпустил щит да в общем не тратьте бомбы просто так ни на кого бомбы здесь это имба я не знаю пофиксит ли их хилок у меня больше нет надо было еще отсюда зря дальше ушел что-то вроде бэкстаба здесь нет, кстати, как в том же Dark Souls хотя, может быть, они прокачиваемые, эти бэкстабы нет, все-таки мне удалось его победить так, у нас выбор, убить его спейер давай, по-другому о-о-о вот, кстати, учтите, если вы если вы его пощадите, вам дадут его щит потому что в прошлый раз я его убивал, мне ничего с него не дали щит красивый, классный мне бы меч еще теперь найти какой-нибудь хороший и хилок бы я промазал, понял ахилочки а тут у нас ничего нет, да, ладно, пойдем дальше ахилочки ахилочки надо а тут у нас ничего нет, да ладно, пойдем дальше О, калитка. Опа, тупо калитку открыли. В огород. Так, а здесь ещё у нас? А здесь ещё нет. А, вот, проход в город. Через слив. КП очень мало, хилок нет. Я надеюсь, что сейчас у меня не хилки. Ага, хилки у меня, естественно, не обновятся. На длинный спринт, я понял. Просто я не хочу заново проходить. Это опять будет шрайна, опять надо будет гектор убивать, по-моему, да? Я так думаю. Я, кстати, не пробовал, если умирать после прохождения босса. Так, я не туда зашёл, по-моему. Здесь какие-то скелеты. У меня здесь какой-то скелет. Непонятно. Ух, убил. Ага, здесь сундучок. Сундуки классно открывать, мне нравится так просто крышку кулаком проламывать. А вот и хилпот, кстати. Я пока не буду юзать. Вообще стоит ли мне сюда идти? Опа. А, ну они лёгенькие. Вон там, я вижу. Сучку-дрючку. Ай-яй-яй! Где щит, увижу щит. Можно так держать, держать, держать. Затяльт и он прилетает обратно. И дамажут ещё к тому же. Ой, хорошо, хилпот есть. Две штуки даже. Экстракт. Я думаю, у этой штуки. Скелеты лёгкие, двух ударов убиваются. Вот тот только со щитом был какой-то жёсткий. Опа. Нифига себе. Это чё такое? Какой-то бешеный скелет просто. С ним, кстати, душ мало падает. У нас здесь шмот какой-то. Будет прикольно валяться. Но пока что я вижу только загрузку, подгрузку и ничего больше. А, один погиб. Значит, один из них бывает очень быстрым. Ну да, они лёгкие достаточно. Проблем не возникает. Ну да, они лёгкие достаточно. Ура. 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 Шрайн, кстати, новый. Да? Отлично. Вот, мы сейчас здесь похилимся. Что-то я пропустил немножко там опять какая-то эссенция. Это какой-то подземный мир, но мне там по самой сюжетке надо дальше по каналу пройти. Опа. Ура. Ой, чуть не сдуло меня. Первые хилки дадут. Опять. На шрайне. Не хочет умирать. хочет умирать умер все-таки большого по 20 до маленьких по 5 ну да в принципе справедливый на них так можно блин все это забудьте себе давай шрайн активируем да кстати после шрайна если вы заметили враги обновляются поэтому не советую юзать шрайны просто так 320 дамаг а именно давай все-таки в стамена изучим муфту вот тут можно телепортироваться вот они здесь телепорта стена old crossroads это старая старый путь какой-то стена трое там начали тут интересно что дали здесь два пути а да или тонк офигеть скелетон он медленный принципе его можно о немедленный вот это медленный вот здесь бы бомба очень прям пригодилась он у них застревает это тоже наверное баг проблемы с анимацией блин он все хуже и хуже призвать его наверное убить надо быстрее как среди них убить его слушай то он вообще прям мягкий прям совсем мягкий у него так быстро хп отваливается просто он вот самонит себе ребят которые на самом деле он убил я его все-таки с них душа кстати да фармить нужно неплохо так они пропали они все а да душу фармится неплохо самонит ребят которые тебя в принципе запинает по ходу каждый раз когда ты их убиваешь он самонит все сложнее и сложнее то есть он там потом двое с двое со щитами призвались и это плохо ну ладно не суть пойдем дальше посмотрим что вот с этой стороны наверно такой же скелетон кинг которого мы сейчас нет такой же ай-яй-яй а там он отравление иконка отравления пошла какая то делались да а и о о не хочет пробиваться давай еще разок тоже не хочет пробиваться один упал да и прям а он еще когда попадает отравляет вот это для чего я думаю вначале банки от отравления не очень не понимал по зачем же нет ника я думал лучники отравляет оказывается вон нам еще скелеты душат тебя правлением можно пройти сюда на можно пройти сюда ой сунду кстати да он лежит тоже ой да вот так даже я понял а я думаю нифига не легкий просто разгоняется просто доджи убиваешь за доджи проверяй дыбов кстати отравление не спадает прикол вот один как у меня 5 максимально стамена нужно кстати чтоб щит кидать я что-то не замечал а вот 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 что у нас тут что у нас тут вот так сделаем бежим за своими о я понял сложность да я понял чем сложность минус души красиво сила и опять то же самое мне не буду здесь уже этим короче захотите сами пройдете я пойду назад это блять уже невозможно на самом деле сейчас еще эти сагрится побегут на меня он их там на встает сейчас миллион да не надо спасибо не хочу пойдем дальше по сюжетке я покажу эту хрень мы пропустим короче трудно нужен скилл у меня его нет поэтому идем дальше вот они лучники первые защита щит вам кстати не дают стопроцентной гарантии что он промажет он пробьет поэтому учтите что лежит вот он кстати еще не шрайн у меня душ нету я все души просрал там поэтому оставил там точнее поэтому делаем арест зачем мне скилл зачем мне душ я поэтому не буду ничего качать пойдем как же и уворачивается от ударов просто вернулся просто за доджем а вот это не за доджем смог тот просто под удар подбежал на руку отрубил красиво вот это он сейчас у лучника сраного сразу отмутузим мне нужный хеллпот у меня фулка даёте конечно спасибо да ты дашь мне пробить твой блок вонючий или нет хватит доджить это все пожалуйста просто нет вступу и встали вот с этим щитом стал он и ходит вокруг меня чё ходит непонятно ничего нету на тут ничего нет промазали сори конечно местами бесконечно я бы с тобой еще потанцевал бы удовольствием а вот здесь надо лучника ашпунь дёхать ну они меня сейчас убьют просто таким да у меня лучник добил вот чем тут эти лучники дисбалансные говорю ты вроде отходишь от него по горизонтали но в сторону тем не менее он все все равно попадет ему прям вообще по барабану есть нет плане не тут только уклонениями от них убегать и что-то пытаться делать счет ну я опять застрял обычно спасибо я ударить не могу понимаешь пока он не выстрелит я ударить не могу надо убрать ребят наверное надо лучника все таки первым убирать с ним невозможно драться с другими это прям вообще никак потом убрать ребят без мечей ой без щитов а вот потом уже драться с щитами и 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 борются и и В общем, мы убили. Да как ты попал, ну? Как ты попадаешь вечно? Он стоит просто тоже забагался, видишь? Ага, там шматочка лежит, я вижу. Куда дальше? Вот здесь еще чел, по-моему, должен быть. Я его просто не сагрил. Повезло. Ну, это простенькие вот эти вот, просто... Мечами, это самые простые, наверное. Стоп, я вон... А, вон сундук стоит, вижу. Забыл про него совсем. Что-то мне пухи не падают вообще никакие. Щит упал и все. Оружие бы хоть какое-нибудь выпало. На ныл, получается. Стандарт свор. На ныл. Погнали дальше. В общем, так как это забыто... Вон, кстати, мешочек сверху еще надо не забыть. Естественно, тут... Ограниченное количество уровней. То есть, вот, я говорю, я в прошлый раз сейчас до записи. Точнее, как... Я думал, что я записываю, забыл нажать запись. Там... Доходишь до Париса. Это... Лучник. Это брат Гектора, я так понимаю, помню. Или нет? Ну, я могу ошибаться. Я не помню просто. Вот, доходишь до него и он... Как бы... Начинаешь его побеждать. На каком-то моменте просто игра останавливается. Открывается New Game Plus. Я еще не играл в New Game Plus. Не знаю, что там такое. И на этом ЗБТ заканчивается, в принципе. Вот и все. Ага. Давай, разгоняйся. Вот. Здесь есть также мини-боссики. Есть мини-коридоры такие. Что-то вроде данжей. Которые ты тоже так же, ну, как бы, проходишь. Вот, допустим, вот. Сейчас покажу. Вот он здесь. Бейсмент называется. То есть, это какая-то база. Ты в нее заходишь. Здесь лежат шмот. Лежит шмот. Лежат шмотки. Убиваешь простых мобов. Вот. Как эти скелеты. Да. То есть, те же скелеты. Задавалдар, который убивается. Вот он здесь. Эссенция мне выпала. И там еще что-то лежит. Вот ты вот так тут собираешь здесь. И все. Здесь больше ничего нет. Здесь никакого дальше продвижения нет. Типа тупикового такого мини-данжа. Который вот ты закрываешь. Давай еще чуть-чуть собираешь. И выходишь на этом. Больше в нем ничего нет. Есть что-то вроде мировых боссов. Наверное. Ну то есть, это не основной босс по сюжетке. Вот как был тот. А есть вот такой вот допустим. У меня гранат нет. Я что-то в тот раз досюда дошел. У меня было в районе трех гранат наверное. Сейчас у него вообще ни одной нет. Скелеты подерем. Мы с ним подеремся. Уход за туда. Один. Вот. Опять такая штука. У меня в тот раз на этом же типа боссе та же самая фигня была. Я бросил щит и... Ой, я сейчас встану и умру. Сейчас не умру. Бросил щит и он у меня не вернулся. И вот с того момента у меня щит прям на протяжении всей игры не возвращался после броска. То есть он ресетлся только когда я либо умирал. Либо умирал либо что-то там... У шрайна по-моему садился даже когда не ресетлся. Только когда умираешь. Если не ошибаюсь. Скричит. А я меня опять достану. Вот теперь я умру походу. И всё, он вот руку вытягивает и всё он больше ничего не может сделать. Да у колбасины куда-то разгоняется там. Я непонятно куда. А вот у него всё щит вылетел. И я его вернул. А-а-а! Она в нём... Он в нём застрял. То есть я в него бросил и он в нём остался. Блин. Это клёво. Но в тот раз я его не забрал кстати. Я его так и не смог забрать. Не знаю почему. С чем это связано. вот с той стороны есть лучники сейчас прибегут чем это бронза я пока так и не понял куда эти ресурсы вообще падают уход которая зря на линку потому что там будет сейчас ну ладно не суть нет бронза здесь нет о первый раз мне выпал банка на 250 душ 1 на 75 есть 1 на 250 есть большая банка на этом хорошо сейчас мы их потратим find the temple да вот он шрайн как души мы заюзали маленькую мы сейчас заюзаем еще и прокачаемся так я встамину сейчас валью одну точку встамину контроль наверное вот этот я хочу прокачать попробовать интересно что-то написано стоя сзади цели нажмите f чтобы что-то там дамаг наверно влить 359 дальше мне не хватает что хочу на самом деле сил себе то есть рестаем себе ярость забегли вот сюда пошли здесь видел шмоточку тоже одну ага сол дезертир можно заюзать и возможно мне даже хоть 359 304 да мне 425 по-моему надо там на этот еще разок прокачаю сейчас да 425 не надо поэтому тебе хп качаем хп стал побольше отлично пойдем в прошлый раз еще мне с кого-то упал этот кого-то мне упал упало копье но сейчас почему-то его не знаю почему чем это связано ой 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 сейчас убьют нет не убьют готов вторая отлично так здесь у нас ничего нет ну в принципе вот на этом на этом сейчас все и закончится не знаю мне зашла игрушка крутая мне очень интересно когда она выйдет потому что дата выхода там нет вот он париски парис говорит что мы следующий мне зашла игрушка крутая мне нравится хоть и жопа иногда горит в принципе от дарк соуса тоже она горит а за гектора в натуре это его брат я просто не знаю я не осведомлен вот в принципе да на этом заканчивается спасибо за игру wishlist today или может быть это типа сегодня ты можешь до сюда доиграть а дальше ты а дальше ты продолжишь вот мне интересно что такое не геймплюс потому что не геймплюс я не жал даже а мне кажется я знаю что такое ты знаешь сначала у тебя остаются все скиллы и хп как в дарк соусе но повышается сложность допустим да 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 это клево это клево то есть я могу сначала подходить тоже самое но враги будут сложнее в принципе я думаю вы уже поняли что это за игра как ну основные механики я как бы показал им балансных бомбочек почему-то мне не дали почему-то не знаю почему при первом прохождении них просто насыпали прям на бери пользуюсь у меня там чуть ли не по пять штук летало вот на этом хочу с вами попрощаться если хотите поиграть в игру еще раз напоминаю зайдите в дискорд там есть русскоязычный даже канал где модератор подсказывает как вам начать играть куда нужно написать вообще в целом там прямо сверху практически есть канал если вы дружите с английским с английским то вы сразу разберетесь там есть ссылка на форму в гугл форму вы ее заболняете вам через какое-то время приходит ключ за бт длится с 27 января по 10 февраля вы можете зайти поиграть свободным всем без разницы они никак не отбирают людей единственное что на одну почту вам придет а всего лишь один ключ если у вас есть вега вы можете взять два ключа дать кому-то другу или попросить сказать ему пусть он с вами поиграет один точнее играет на этом я прощаюсь с вами если было интересно смотреть либо вам понравилась игра конечно же качайте при этом поставьте лайк благодарите автора вам вроде как должно быть не трудно а мне будет приятно на этом у меня все спасибо за просмотр увидимся завтра kingdom come всем хороших выходных и до скорой встречи пока